Казанский федеральный университет принял участие в заседании Всероссийской аттестационной комиссии. На мероприятии традиционно было освещено множество тем и разнообразных вопросов, касающихся работы вузов. Отметим, что данное заседание проходило в дистанционном формате. Этот попечительский совет, он реальный, очень эффективный действует, о чем в своем выступлении и рассказал наш лицепремьер. По словам ректора, нынешняя программа «Приоритет-2030» особенная. В ней значительно расширено количество участников. Если раньше участниками программы были 28 вузов, то в этот раз в ней приняли участие порядка 300 организаций высшего образования. Из них 106 были отобраны для получения базовой части гранта в размере 100 миллионов рублей по поддержке инициатив по программе развития вузов. В этот список вошел и Казанский федеральный университет. Новацией этого года явилось отсутствие ограничений по ведомственной принадлежности к Министерству образования и науки Российской Федерации и форме собственности. Также было разделение на два трека – исследовательское лидерство и территориальное и отраслевое лидерство. Попытаться сформировать собственную программу, которая бы работала по принципу взаимного дополнения тех проектов, которые есть сегодня в «Приоритете-2030». Одна из тем была посвящена материальной поддержке профессорско-преподавательского состава. Как известно, за последний год руководство Казанского федерального университета уже неоднократно осуществляло материальные выплаты преподавателям. Очередная мера финансовой поддержки должна быть осуществлена до конца 2021 года. Весь профессорско-преподавательский состав получит одинаковый объем выплат. И вот сейчас до конца года будут сделаны выплаты каждому преподавателю по 45 тысяч рублей. Если взять сентября, то это примерно выплаты в сумме 80 тысяч рублей, единовременные как бы, или с распределением три периода, каждому одинаково, независимо, человек ассистентом работает, преподавателем старшим, либо, значит, работает профессором. Это было сделано с учетом поддержки в преддверии новогодних праздников. Я думаю, это правильное решение, тем более мы в полном объеме получили поддержку нашей профсоюзной организации. И у нас достаточно большое количество различных выплат, в частности, отдельные выплаты получили, и еще до конца года получат те, кто сделал большой вклад в публикационную активность университета, те, кто работали по воспитательной работе, те, кто поддерживали различные мероприятия в университете. У нас практически ежемесячно идут выплаты. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.